Итак, ребята, всем приветик! Сейчас будет распаковка на канале от Латухи. В распаковке у нас планшет Blackview Tab 11. Это новейший планшет компании, и я думаю, он быстрейший из того, что они пока делали. И, возможно, флагман всех планшетов на ближайшие, ну, как минимум, полгода. Почему? Потому что у него память 8 оперативная и 128 накопитель. Само собой, с возможностью расширения. То есть слот под карту памяти есть. Есть две симки, ну и, в общем, ребята обещают, что он будет крутой. Приступаем к распаковке. Приступим к распаковке. Коробка вроде бы цела, но здесь у нее есть слабое место. Значит, здесь мы ее и разбомбим. О как! Дизайн упаковки, конечно же, претерпел изменения, которые, я думаю, вы хорошенько видите. То есть картинка стала красивая. Ранее... Сейчас достану любую коробочку. Хотя наушники тоже уже были такие, если так подумать. А вообще, обычно дизайн коробки был вот такой. Видите, ребята ушли далеко. Девятка еще со стеной. А одиннадцатая моделька уже стала иметь собственный дизайн. Что у нас в ней будет? Первое. Открываем крышечку. Сам планшет и уже в чехле. Это радует. На нем спеки. 8 на 128. Экран 10 и 36. Full HD+. То есть никакого 2К тут нету. Хотя периодически в рендерах рекламных проскакивало про 2К. Батарейка 6580. И фронталка на 8. И основная камера на 13 Мп. Сверху вот мы видим как раз фронталочку. Рядом с ней датчик приближения. То есть его можно... Непонятно. Я вот не понимаю, зачем в планшете здесь датчик приближения. Ну ладно. Может быть у него вместо датчика Холланд. Блин, работает при закрывании планшета. Не знаю. Ладно. С левой стороны у нас качелька громкости и питания. Порт под наушники. И порт под само питание. С правой стороны у нас ничего. Сверху у нас... Ну вроде как... Только символоток. С трудом увидел. Вот он. То есть сюда мы вставляем сим-карты. Снизу у нас зацепы для прикрепляемой клавиатуры. Порт для клавиатуры. И два динамика. Соответственно стереозвук. Ладно. Извлекаем его из чехла. Блин. Хорошо держится. Разглядываем. Два модуля камеры. Кстати, выпуклые. Заметьте. Довольно-таки так серьезненько выпирают. Ну, я думаю, в общем-то, вам достаточно было видно. Аппаратик тоненький. Уже не то, что раньше. Он стал тоньше значительно. По периметру точно алюминий также остался. То есть задняя стенка получается вся алюминиевая. Единственное, вот эта вот вставочка из пластика. Видимо, для того, чтобы здесь расположить все антенны. Прием, видимо, идет здесь. Планшет стал уже угловатый. Я думаю, вы видите. За счет этих углов, они говорят, он типа стал красивее, стильнее. Но в руках, на самом деле, он такой. Он кажется легче, чем все остальные планшеты. Вот у меня перед носом десяточка, по-моему. Если мы с десяткой сравним. Да, она намного увесистей. За счет закругления она выглядит более массивной. Но в остальном похоже. Стилистика пока еще прослеживается. Ребята далеко от своего дизайна не ушли. Но могу сказать, круто. Ладно, снимаем пленочку. Надеюсь, я снимаю одну пленочку. Только транспортировочную. И пробуем включить устройство. Заработал датчик приближения. Реально. Так, для разговоров. У нас динамик есть или нет? Или у нас так же, как всегда, в планшетах? Нет, походу, так же, как всегда, в планшетах. Хорошо, ищем тогда микрофон. Микрофон мы пока не находим. Находим. Вот здесь у нас располагается разговорный микрофон. И что, эту лопату предполагается к уху прикладывать? Непонятненько. Ну, кто не в курсе, кстати, еще компания выпускает маленький планшетик. Называется ТАП-6. Вот в нем, предположительно, вообще будет разговорный динамик. Так, в 11-м, конечно, его не завезли. То есть вы разговаривать будете все равно, либо через громкую связь, либо через гарнитуру получается. А в 8-м, нет, стоп, в 6-м ТАП-е с 8-ми дюймовым экраном, там уже будет разговорный динамик. То есть это уже будет вообще веселуха. Так, в закрытом виде, как вы видите, камера уже не выпирает. То есть чехол специально ее проглотил, как бы, чтобы защита появилась у камеры некая, чтобы ее не портить, не царапать. Ну, а пленка, как вы можете заметить, усиленно собирает отпечатки пальцев. Ну, как и многие пленки во многих устройствах. Ладно, что у нас в коробке? Первое. BlackviewTab 11. Инструкция на разных языках. Русский, надеюсь, тоже есть. Да, только что было. Вот, как установить сим-карту. Безопасность. Как включить, как выключить. SAR менее 2-х ватт на килограмм. Так, ладно. В коробочке у нас еще есть скрепка для извлечения сим-лотка. Провод Type-C на USB-A, по-моему, называется. Обычный, не удлиненный. Но даже доставать не буду, у меня таких много. OTG или OTG по-русски. И стандартный блок питания компании Blackview. Визуально я его узнаю. Это экспресс, так называемый, по-моему. Нет? Нет. Корпус похож, но это не он. Это 5 вольт, 2 ампера, того 10 ватт. То есть, такая небыстрая зарядка. Но почему-то мне кажется, что из быстрая он тоже будет работать. Это я позже, само собой, проверю. Язык выбираем русский, если найдем. Есть. Россия. Начать. Пропустить. Настроить оффлайн. Далее. Лондон не хочу. Москву хочу. Москва, стандартное время. Нифига не вторник, пятница. И число у нас 19, 11, 21. Значит, 19. Он чуть-чуть ошибся почему-то. Он не так воспринял, где я и что я. Время. 8.37. Окей. Далее. Разрешить поиск сети. Нафиг. Отправка данных. Нафиг. Остальное согласен. Не буду я пока никакие пароли пропустить. Окамбук. На глазок сказочный экран. Если это не 100%, да, то вот оно, счастье. Это экран, у которого еще и большой запас яркости. То есть я сейчас покажу, если прожектора вырубить, что будет. Давайте проверим сразу на шим. Ну вот здесь шима нет. Вот даже на минималке. Вот это я понимаю. Ладно, смотрим, что у нас в системе. Во-первых, он мне предлагает сразу мою сеточку. Сергунька 5, значит 5 ГГц явно поддерживается. Так, о планшете. Опять 8 резюмет. Но не могут они нормально перевести это слово. Ой. Разрешение 1200 на 2000. То есть чуть больше, чем 1080. Поэтому ребятки периодически его называют 2К. По стандартам, которые я искал в интернете, это в принципе подпадает под 2К. То есть чуть больше, чем 1080, значит уже 2К. Хотя на самом деле это нечестно. Потому что, по-моему, 2К это 2440 на 1280. Или как-то так. Так, ну, больше, чем 1080. Больше. Уже хорошо, уже молодцы. Как это будет в играх играться, я не знаю. Но большинство программ, они легко обскалятся на любое разрешение. Поэтому проблем, я думаю, не должно быть. Так, далее. В хранилище. 128 ГБ подтверждается. Спецвозможности. Коррекция цвета в наличии. То есть, если вам не нравится оттенок экрана, то можно с легкостью его подправить под вас. Мышку изменяем. Кнопка питания может завершать вызов. Короче, все круто. Все как обычно. Жесты. Можно сделать, чтобы он активировался при подъеме к себе. Можно менять навигацию в системе на панельку или на жесты, как сейчас. Есть запланированное включение и выключение питания. Это многим важно. И быстрое включение камеры. Это я выключаю, мне оно не надо. Так, персонализация. У нас есть темы, как я понял. Две темы на выбор. Есть обои. Но их пока немного. Если накачаете, станет больше. И есть дизайн значков отдельно тоже от темы. То есть, можно переключить темы, а можно отдельно менять составляющие темы. Так, другие беспроводные. Ну, NFC не завезли. Это ожидаемо. Экран. Адаптивная яркость в наличии. Вот, видимо, зачем там датчик. Смотрите, сейчас покажу, что это дает. Или не покажу. Покажу. Видите, он сразу меняет освещенность. Сделаешь так. Он обратно убирает. А так? Ну, тихо-тихо. Вообще на минималку уходит. Ну, что, молодец. Что могу сказать? Мне яркость адаптивная нафиг не нужна. Верните мне хороший яркий экран. Так, далее. Местоположение. Геолокация включена. Поиск Wi-Fi выключен. Это, слава богу. История местоположений. И все такое. Короче, полноценная система. Ничего не кастрировано, не урезано. Распознавание лиц в наличии. Вот, сканер отпечатка бы в планшете завезли. Но, к сожалению, на планшетах такое. Только в более дорогих версиях. Уведомления на заблокированном экране. Короче, ничего нового. Просто такая же настройка, как в хорошем планшете компании. То есть, не в дешевеньком, а в таким серьезно стоящем. Кстати, заряда немного. Вспомнил. Нужно батарею. Вот так. Чтобы появилось в углу изображение цифровое заряда батареи. Расход заряда. Есть. Это уже хорошо. Ну и что могу сказать? Под финалочку проверим камеры и завяжем с распаковкой. Далее будем уже смотреть потом. Это у нас основная камера. Как я... Ох тыж. Вот это круто. Хотя нет, не настолько круто. Вот на цветочке видно, что все-таки немножко размыто. Я думал, что это просто сказочная камера. А она оказалась почти сказочной. Давайте про себе протру. Может быть, все-таки я заляпать успел. А вдруг. И пробуем еще раз. Ну да. Все-таки BL6000 снимает лучше. Но, блин, все равно. Для планшета это просто офигетительная камера. Смотрим ее настройки. Что она нам выдаст. Так. Место съемки. Звук камеры. Настройка изображения. Сейчас стоит 13 Мп. Можно сделать 9,7 с соотношением сторон 16,9. Сейчас пока 4 к 3. Антиблендинг. Место сохранения можно выбирать. Соответственно, можно будет прямо на карту памяти сохранять. Ну и в общем все. Далее пробуем видеорежим. 1080 или 720. Ну, в общем, достаточно. Учитывая, что никто не заявлял, что тут будет 4К. Так. Разворот. Ух ты. И фронталка для планшета довольно-таки хорошая. Что могу вам сказать. Ну, сойдет. Как минимум сойдет. Так. И давайте тогда чуть-чуть запись видео, чтобы проверить микрофон. Во-первых, фронталка. Сколько видео дает? 720 или 480. Пробуем записать видео для фронталки с планшета BlackVueTap 11. Смотрим, что будет со звуком. Для фронталки с планшета BlackVueTap 11. Смотрим, что будет со звуком. Короче, все отлично. Я бы так сказал. Все работает. Все мне нравится. Значит, дальше перехожу к изучению планшета. Как всегда, будут и стримы, и тесты фото, и видео, и проверка игровых возможностей, и бенчмарки, и все остальное. Само собой, все это будет на канале. Поэтому, если вы еще не подписаны и вас заинтересовало это устройство, имеет смысл подписаться на канал. Нажать на колокольчик на данной теме. И вам будут приходить уведомления именно от этого планшета. Потому что, как бы у меня все есть в плейлистах, вы можете подписаться именно на выделенный плейлист. И не забываем, что если вы даже подписались, но уведомления от приложения у вас в устройстве отключены, вы никаких уведомлений не получите. То есть, соответственно, если вам это важно, нужно еще разрешить в устройстве уведомления от приложения YouTube. Всем спасибо, это Латуха. Скоро продолжу. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...